В прежние времена на восточной границе своего ареала эта птица повсеместно встречалась в Рязанской долине реки Аки. Но за последние столетия популяция практически исчезла. Сегодня встретить Аиста на территории нашей области – большое счастье. Проект, во-первых, общественный, он объединяет людей неравнодушных к теме птиц, к теме природы, бережной отношению к ней. Мы, как комсомольская правда, которая выступила оператором этого проекта, мы объединили вместе бизнес, объединили ученых. Бизнес позволил получить спонсорские деньги на реализацию этого проекта. Ученые поддержали, соответственно, и мыслью, и методикой, и программой. Объединив все вместе, мы получили вот этот центр реинтродукции белого Аиста на Рязанской земле. Главная задача центра – сформировать группировку Аистов на Рязанской земле. Здесь, в долине Аки, существуют прекрасные кормовые угодья. Об этом свидетельствуют орнитологи. В феврале прошлого года в дом белого Аиста доставили первых обитателей. Шесть райстов, попавших в питомник из-за травм, оказались в Калужском доме Аиста. А оттуда приехали к нам. Их уже выпустили. Наблюдения показывают, что как минимум несколько из них поселились неподалеку. А это большое достижение. Теперь в Рязань приехала семейная пара. У них уже появились птенцы. Это семейная пара, которую мы привезли из Пскова, с берегов Чудского озера, Георгия и Руслана. Здесь, именно на Рязанской земле у них впервые появилось потомство. То, что никак не получалось делать на земле Псковской, с первого раза появилось на земле Рязанской. В этой замечательной семье выросло двое детей. Мы пока не знаем их пол, не знаем, кто мальчик, кто девочек, или может двое мальчиков, двое девочек. Эти «орлы», в кавычках, можно сказать, стоят у меня за спиной. На сайте Комсомольской правды можно выбрать имена для первых рязанских аистят. Орнитологи тем временем трудятся над тем, чтобы птицы спокойно могли оказаться в диких условиях и выжить. Сегодня на аистят надели трекеры, благодаря которым можно будет отследить геолокацию, в какой бы точке мира ни оказались малыши. Марина Ковисарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».